Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада видеть вас на моём канале. Друзья, сегодня на променаде будут мероприятия общества ЦИЦ Кенгаракс. Вот мы присутствуем здесь и посмотрим, что здесь будет происходить. Друзья, начинается экскурсия по променаду. Будут участвовать историк ЦИЦ Кенгаракса и экскурсовод. Первая остановка будет у пруда. Будут рассказывать факты там. Друзья, экскурсия будет вестись на латышском языке. И я немножко буду переводить вам некоторые факты. Экскурсовод спрашивает, как долго мы живём в Кенгараксе и знаем ли мы название этого пруда. Никто не знает, как этот пруд называется, но все думали, что это чёртов пруд. Но это оказалось не так. И этот пруд искусственно создан руками человека. Оридиналная грамата – 94. гада новотпетничес Ваидес Виллерушас грамата гайумс, который, как икшцелес и Даугава Вестури. Петот архива материалов, издавалось, что они находятся, что они находятся клюдающиеся, петот Звейдру карты. Кур это носок, что это лсд. Звейдру лаика – это носок, что это лсд. Идёт речь о том, откуда взялось это название. Элэс Дейтис – это шведское название, но оно сюда не годится, потому что этот пруд как бы был создан для кузнецовской фабрики. Как я говорила, этот пруд создан искусственно, и после Первой мировой войны эта территория была разделена на два собственника. Как раз он стоит как бы на середине этой границы между двумя собственниками. Ним из собственников был Эпетерис Тюзе. Он был садоводом. И там вот вдали от этого пруда стоит 12-этажный дом. И там вот находилось его садоводческое дело. Затем он эмигрировал в Канаду, и там строил свою карьеру садовода. Он хочет получить больше информации из Канады об этом человеке. Этот пруд появляется уже на картах города. И перед Первой мировой войной около этого пруда были два деревянные моста. Один около квадрата красного, а другой у улицы Каннеру. Это были два деревянных моста через реку Даугава. У улицы Каннера был организован причал, и у красного квадрата тоже был оборудован причал. Вторая остановка – это наш знаменитый скат, где много лебедей и голубей. Экскурсовод говорит, что птиц нельзя кормить хлебом. И они хотят поставить такие аппараты, но за деньги, чтобы бросил копеечку и получил корм для птиц. Орнитологи в Латвии установили, чем можно кормить птиц, а чем нельзя. И, к сожалению, в Латвии нет таких аппаратов, где можно купить корм для птиц. Такие аппараты, он говорит, есть в Великобритании. Также он говорит, что людей надо просвещать, как вреден хлеб для пищи птиц, и как им от него плохо становится. Но речь идет о другом, и сейчас он будет рассказывать уже о этом списке. Этот спуск был организован для спуска и поднятия на берег военной техники. Это как в Первую мировую войну, так и во Вторую мировую войну это использовалось. И на другом берегу реки точно такой был спуск сделан. И для быстрейшего, как бы, выхода техники на берег. В Первую мировую войну здесь был причал для кораблей. На другой стороне реки тоже такой же пандус, и сейчас там морская школа находится. Экскурсовод говорит, что он за свою жизнь никогда не видел, чтобы по этому пантусу выходили на берег. Ну, какие-нибудь лодки, да, и какая-нибудь техника. Рядом с этим пантусом стояли корабли и кораблики. Этот пантус использовался для завозки турбоагрегата для ТЭЦ-2. Его поднимали по этому пантусу, везли через улицу, и там даже снимали эти трамвайные линии, чтобы отвезти этот агрегат на место. Наша третья остановка около этого старинного дома. Это здание принадлежит железнодорожникам. Раньше это была водонасосная станция для железной дороги, для станции Шкиротава. Раньше были поезда-паровозы, и для паровозов нужна была вода. Вот для этих нужд было построено это здание. Сейчас оно используется как склад. Упи – это здание. Упи – это будет многое дзелезнодорожникам. Индумсистриэлли мантовые эки – это дзелезнодорожникам. Это будет дзелезнодорожникам. Это будет пункт. Здесь вы прямые виды, которые вы видите, у нас сомнений на статию. Это и стирование статию, а уденская статию. Каждый год, не знаю, не зима, но 1904 года, они были в Стиротово стации по плавиши. В этом доме, четыре мая, и удано-помпания была только уцелта. Вдруг, что удано-помпания была с локомотивами, где были удано-по, и удано-помпания. Экскурсовод говорит, что он думает, что в скором будущем в этом здании сделают музей. Такой же, как сейчас находится подонасосный музей, который находится на улице Масковос. Там первое здание под напорной башней, как бы считается. Поэтому он тоже думает, что здесь тоже можно сделать музей и тогда вводить экскурсию уже вовнутрь. Продолжаем нашу экскурсию. Идем в сторону квадрата. Мы идем вдоль стены, которая отделяет квадрат от Даугава. Красный квадрат здесь был завод. Сейчас строят жилые дома. На территории квадрата строят жилые дома. Территория квадрата разделена между шестью собственниками. Это Даугава. Вот такая красота у нас вдоль променады. Наша следующая остановка на променаде. Экскурсовод хочет нам показать здание Красного квадрата, которое было сфотографировано с другого берега Даугава. И как оно смотрелось в старые времена. Теперь историк рассказывает, как образовался Кенгаракс. Это название Кенгаракс. Она говорит, что впереди находится Маз-Юмправас Муйжа. И она занимала очень большую территорию, до юглы даже. И это Муйжа, это имение как бы было не частное. Оно было городское имение и развивалось по городским правилам. И как она говорит, что где-то здесь в это имение входило и Кенгаракское имение. Поэтому это название историческое, и оно было с давних времен. Кенгаракс. Она еще говорит, что название Кенгаракс вот произошло с тех давних времен. Также интересное, что она отмечает, это то, что здесь был создан первый гольф-клуб. Это был прогрессивный гольф-клуб, и как бы собирались здесь приезжать играть в гольф с разных как бы стран. Но этот гольф-клуб открылся в 1939 году. Этот гольф-клуб соответствовал всем требованиям, и предполагалось, что сюда будут приезжать туристы и играть в гольф-клуб. В гольф. А это красный квадрат со стороны Даугавы. И будет еще одна фотография с людьми с противоположного берега Даугавы. Вид на красный квадрат. Вот так выглядел он. Вот такой исторический этап был в Кенгараксе. С советского времени сохранилась фотография, как выглядел Кенгаракс с другой стороны Даугавы. И там был оборудован причал, и вот ходили такие кораблики. А вдали виден Кенгаракс. Сейчас экскурсовод рассказывает о 50-х годах в Латвии. Здесь начались строительства трех районов. Это Агинскалнский район, Югла и Кенгаракс. Для Кенгаракса были выбраны два проекта. Первый проект не прошел. Он выглядел вот так, как Агинскалнские сосны. И победил второй проект. И стали строить Кенгаракс по тому проекту. Дальше он будет показывать, как выглядит Кенгаракс, построенный на 90% по тому проекту. Вот сейчас, посмотрите, проект Кенгаракса. Это первый проект, который прошел. Нет, прошел он. Второй проект. Вот это. На экскурсию собралось очень много народа. Все хотят знать про Кенгаракс и про историю Кенгаракса. Так что, очень интересно было посетить эту экскурсию. Мы сейчас уже возвращаемся к начальному пункту. К велосипеду. Друзья, спасибо за внимание. Спасибо, что прогулялись со мной на этой экскурсии. На этом я буду заканчивать свой обзор экскурсии. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. С вами была Ирина. Субтитры сделал DimaTorzok